РАПСОДИЯ ЖИЗНИ Уже во времена Глинки, Петховена и Баха композиторов и даже знаменитых композиторов было много. В чем же причина того, что одни остались в веках, а другие забылись на годы, века, рассеялись в тумане памяти современников, а до потомков не дошли вовсе? Глобальная причина – их труд, дар, крупицы и зерна таланта, которым они щедро одарили учеников, влияли на друзей, восхищали коллег по цеху. Почему же мы годы спустя любим, помним и чтим фигуру композитора Фернса Листа? Если открыть статью на нем на Википедии или даже на Бельканте, глобально там нет ничего нового. Ну, жил композитор, творил, читал, работал, старался. Что выделяет Листа среди остальных композиторов? Какой скачок сделала музыка и культура под его влиянием? Чем так хороша и нова его музыка даже сегодня и сейчас? Именно на эти вопросы мы и ответим сегодня. Для широкого круга слушателей и посетителей филармонии Лист известен прежде всего парой сотен фортепианных произведений исключительных новых форм, любопытными фактами, венгерскими рапсодиями, трансцендентными этюдами, прославлением национальной венгерской музыки. В частности, считается, что именно Лист изобрел мастер-класс, которым сейчас переполнены афиши интернет-пространства. Ценителям фортепианных форм известно, что Лист обладал и недюжинной фортепианной сноровкой. Брал одной рукой целых 14 нот. Это примерно эквивалентно размеру геймерской клавиатуры. Да, одной рукой. Но давайте же говорить предметно. Важнейшая роль Листа в музыке рассматривается именно в контексте романтизма. Композиторам эпохи романтизма, что ни дай, обязательно надо реформировать, изменить, перемешать. И здесь Лист вписался как нельзя лучше. Именно Лист популяризовал фортепиано как концертный и, более того, универсальный инструмент. Листу принадлежат десятки оркестровых переложений для фортепианов, две, четыре и более рук. В своей любви к фортепиано Лист был уверен, что именно оно – инструмент воистину всемогущий, способный заслонить с собой любые тембры и голоса при должном обращении, разумеется. Если вы послушаете трансцендентные этюды, то поймете, что уж кто-кто, а Лист обращаться с фортепиано умел. Все оттенки динамики, все сочетания штрихов, романтическое притворение жанров поэмы, этюды, рапсодии – все заиграло новыми колоритами под руками данного мастера. Уникальность таланта Листа проявляется во всех музыкальных сферах – выдающийся исполнитель, автор, дирижер, просветитель, педагог. В каждой из этих сфер Лист повлиял на множество других людей. Судьба Ференца Листа сложилась так, что он рано покинул родину, жил во Франции и в Германии, в родной Венгрии бывая лишь набегами. Однако Венгрия по праву считает его своим родным композитором. Ведь в 1840-х он написал героический марш в венгерском стиле и кантату Венгрии, а также венгерские мелодии и рапсодии «Погребальное шествие». В 1850-е озаглавили три симфонические поэмы «Плач о героях», «Венгрия», «Битва гуннов», 15 венгерских рапсодий с образами народных напевов и духовные произведения венского периода, наполненные народными традиционными мотивами. 70-е и 80-е годы ознакомились с песнями, обработками, фантазиями в творчестве. Важно, что венгерские сочинения Листа не стоят особняком среди всей его монобиблиографии. Они имеют массу схожих черт, произведений, специфических оборотов с остальными ненациональными произведениями. Все звучит именно в листовском стиле романтического искусства. Именно поэтому венгерская музыка стала частью этой мировой арены. Именно Лист сделала так, что все стали ценить ее. Обращение Листа к программности, к сюжетности, к основе музыкального сюжета – это разговор не просто с огромной массой слушателей. Это возможность волновать не узкий кружок ценителей, а миллионы людей. Программность Листа близка к философии. Новые образы и драмы, важнейшие музыкальные эпиграфы, методы музыкального развития, основа монотематизма – одной темы, которая правит все произведение. Фортепианная техника, фактура – ничего не осталось без влияния Листа. Большое значение на принципе программности Листа оказали в 30-е годы. На первых порах это притворялось в фортепианных произведениях, но особый размах метод получил в произведениях вейморского периода. Фауст симфония, Данте симфония, симфонические поэмы – эти образы имели для Листа особенное значение. Широко известны фортепианные сонаты по прочтению Данте, потому что Лист никогда не расставался с книгами Данте ни в одной из своих поездок. Лучшие произведения – это великие фортепианные сонаты. В их основных образах воплощены Фауст, Мефистопель, Маргарита, однако в названии это никак не отражается. Музыка Листа переплетает трагические образы с героическим пафосом. Бетховен, Шуман и Чайковский будто выступают здесь в причудливый синтез внутриобразной системы Листа. Диапазон любовных чувств снабжен альтерацией, хроматикой и проявляет исключительное новаторство в качественном отображении чувств и мысли героя. Программная симфоническая поэма становится самым популярным новым жанром на континенте, ведь в дальнейшем симфонические поэмы писали Сен-Санс и Франк во Франции, Сметана в Чехии, Рихард Штраус в Германии. В России черты программной симфонии отчасти используют в фортепианном концерте римских Корсаков, Прокофьев, Глазунов. Темой самоутверждения используют Штраус, Шостакович. Красочность гармонии вдохновляет композиторов-импрессионистов на свои поиски, ведь фигуры Дебюси и Равеля просто немыслимы, бед влияния Листа как автора и исполнителя. Большую честь Листу делает его открытость в сфере музыкознания и признание даренности других, непохожих на него музыкантов. В частности, Глинку Лист открыто называл патриархом русской музыки. Он провел в России в 10 раз больше концертов, чем было запланировано. Несмотря на очевидный исполнительский дар, он ценил и любил своих конкурентов. До самой смерти Лист принимал учеников у себя дома в Байресе, где сейчас стоит его дом-музей. Вершина исполнительского и авторского мастерства, пожизненный почет и потрясающий талант, который дает потомкам возможность исполнять и трактовать его музыку. Вот главная причина – почитать и любить композитора Фернса Листа, которому в 2021 году исполняется 210 лет. Спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok